Моё отношение к сетевым маркетингам было ярко выражено негативно абсолютно. Я периодически вспоминаю эту встречу, когда я пришёл в кафе «Глобус», сделал Васильенко, Чурсин, и мне там они кругляшочки нарисовали. Я говорю, Лёш, я говорю, ну я тебя нормальным человеком представлял. Мне очень стыдно было говорить о том, что я занимаюсь сетевым маркетингом. Я долгое время как-то так вот пыталась юлить или не сразу говорить об этом, потому что существуют такие жизненные стереотипы, что если сетевой маркетинг, то это нехорошо. У людей сразу перед глазами всплывают некие образы, когда уставший заморенный человек с какими-то сумками стучится к тебе в дверь. Есть мнение, потому что есть разные компании, есть не всегда как бы продвинутые компании. Наверное, отпечаток наложили компании «Однодневки», потому что, конечно, наследили, конечно, испортили рынок. Может быть, кого-то когда-то очень сильно обидели с этим бизнесом, может быть, что-то ещё произошло. Моё отношение к работе сетевика, оно базировалось на слухах и мнениях совершенно непрофессиональных людей, дилетантов. Что-то попробовали, кое-как что-то поделали, не получилось, а фигня всё это. Прыгает, как блоха по компаниям, не прикладывает мозги к тому, чтобы овладеть профессией, не работает над формированием своего профессионализма и в итоге ничего не зарабатывает. И ты его спрашиваешь, чем ты занимаешься? Он говорит, ну, я вот сетевом маркетинге. Когда я видела Чурсиных, Виктория Алексея, когда я видела Петра и Лену, я чётко понимала, что они не такие. Они в сопоставимость тем образом вот этого заморенного сетевика с сумками. Когда я встретился с Романом, с Дмитрием, с Юлей, познакомился, у меня был такой шок немного. То есть, ну, они-то вроде как на убоги совсем не похожи, вроде как не больные. Люди смотрят, люди видят, на каких машинах ездят сейчас менеджеры наши, да, какой стиль жизни вот они ведут сегодня здесь, завтра там. Люди говорят, ну, не бывает такого, да. Я когда встречаюсь с людьми, они говорят, чем ты занимаешься? Я говорю, занимаюсь сетевым маркетингом. Они говорят, ну, понятно, шутка принята, а на самом деле? Я на самом деле занимаюсь сетевым маркетингом. А вы чем занимаетесь, Нурия? Какой у вас бизнес? Когда я говорю сетевой, у них сразу так, шок такой. Ну да, понятно. Муж, наверное, нефтяник. Я, нет, муж тоже со мной. И тут вообще все. Для того, чтобы лично мне было не стыдно или новенькому человеку, нужно самому хорошо разобраться, получить некое видение, что я занимаюсь таким уважаемым, достойным делом. Я считаю, что это очень хороший, классный, светлый бизнес. Я горжусь своей профессией, я не стесняюсь своей профессией. Она наполняет смыслом жизнь. Она объединяет десятки профессий, когда ты должен быть немножко психологом, ты должен быть бизнес-тренером, ты должен быть организатором, руководителем, ты должен быть, в конце концов, лидером, чтобы вести за собой. Как можно стесняться такой профессии? Если бы, возможно, сетевой бизнес встал на профессиональную основу, а сейчас вот в эту сторону все движется, есть шанс изменить это общественное мнение в лучшую сторону.